Дорогая церковь, мы можем присесть. У меня очень тяжелая задача. Нам надо молиться 8 часов. Я очень благодарен вам, служителям вашей церкви, за эту прекрасную возможность. Я чувствую глубокую ответственность. Это ответственность проповеди Евангелия. Я хочу поделиться тем словом, которое Бог положил в мое сердце. Я думаю, это не случайно, что сегодня я перед вами, и что это слово лежит как тяжесть на моем сердце, которую я должен передать вам сегодня. По моей маме я верующий с четвертого поколения. Моя прабабушка покаялась во время Второй мировой войны, когда она получила пророческим словом откровение, что ее дочь, моя бабушка, вернется в целости и сохранности из Германии. Со стороны моего отца я верующий в третьем поколении. Мой дедушка, служивший в польской армии в городе Данцеге, попал на баптистское служение на немецком языке, и там принял Иисуса Христа. Я живу в Соединенных Штатах Америки по изволению и воле Его с четырех лет. Я посещаю церковь, я наблюдаю за ее ростом и развитием. Я вспоминаю тех людей, которыми я когда-то ходил в воскресную школу. И я замечаю одну очень печальную и скорбную картину, которую я просто чувствую, Дух Святой тревожит в моем сердце последнее время. Когда я вспоминаю те лица, имена и людей, с которыми я проводил свои детские и юные года, я замечаю, что многих их в нашей церкви рядом со мной уже нет. Слава Богу, некоторые из них, они оказались в других церквях, в других штатах, в других городах, и где-то они служат. Но, к сожалению, определенный процент из этих людей, они не в церкви. Они Бога не знают. Они живут жизнью обмана. И именно об их скорбит мое сердце. Буквально недавно у меня была возможность, несколько недель назад, я своей женой, ей надо было учить уроки, у нас так получилось, что у нас нашлась нянька, которая смотрела наших детей. А мне надо было готовить проповедь, словом, мы оказались в кафе. Там она учила свои уроки, и я изучал Слово Божие, и писал откровения, мысли, которые Бог давал мне. В это время зашел один молодой человек, которого я помнил. Имя я его не знал, но я помнил, что в юных годах, когда-то вместе с ним мы были на подростковом лагере. Это уже не молодой парень, это уже, можно сказать, состоятельный мужчина, 28 лет, и мы с ним начали разговаривать. Расспрашивает, что происходит в жизни у его, у меня. И скоро пришел разговор, и я ему задал, как служитель Божий, как человек, который ревнует о спасении людей, задал, а как твое духовное состояние, какое твое отношение с Богом, в какую церковь ты ходишь. И он мне сказал, это для меня тяжелый вопрос, я фактически никуда не хожу. Мы начали разговаривать с этим человеком. И я был потрясен определенными вещами, которые он говорил мне. Он говорил, Сергей, я не говорю это, как извинение, почему я не служу Богу. Ну, так произошло в моей жизни. Он говорит, я с верующей семьей. Я один из младших в моей семье. У меня есть старшие сестры и братья, которые ходят в церковь. У меня есть родители. Сергей, за мою всю жизнь, он говорит, у меня никогда не было нормальных христианских друзей. За всю мою жизнь меня никто никогда не пригласил в церковь. Я бывал в церкви, я посещал церковь. Но никогда никакой друг, даже мои родные братья и сестры, никогда не сказали мне, Саша, пошли в церковь. Саша, пошли в церковь. Сегодня служение. Я не говорю, что это картина и это жизнь каждого молодого человека, который не слушает Богу. Дорогие друзья, я знаю, что в сердце Бога есть глубочайшая ревность о нас и о наших детях и о тех людях, которых вы встречаете каждый день на работе в городе. Славяна, не славяна, американцев, латинских людей, мексиканцев. У него есть глубочайшая ревность о ихнем спасении. Он умирал за их так же само, как он умирал за вас. И он желает, чтобы его слово достигло их сердец. Но, дорогие друзья, вопрос стоит нам. Там, где находимся мы? Переживает ли наше сердце, когда мы видим людей, которые гибнут? Алена, я благодарю тебя за твое свидетельство. Хор, я благодарю вас за ваше пение, за служение. Переживает ли наше сердце, когда гибнут вокруг нас люди? Болит ли оно? Если это наши дети, да. А если это чужие люди? Если у нас все хорошо? Если у нас все в порядке? Болит? Беспокоимся ли мы, когда гибнут вокруг нас люди? Я хотел чуть-чуть поговорить об ответственности. Мне, может быть, не будет времени изложить всю мою проповедь. Мы живем в мире, где люди постоянно недовольны. Я не говорю, что в церкви. В мире люди недовольны президентом. Многие недовольны Бараком Обамой. До этого был определенный контингент. Они были недовольны Джордж Бош. До этого был Билл Клентон. И тоже были люди недовольны. Люди недовольны налогами. Люди недовольны, что есть трафик. Люди недовольны, если у них есть машина, и они попали в трафик. А другие недовольны, что машины нету и приходится идти пешком. Кто-то недоволен в Портленде, потому что тут много дождя идет. А в Калифорнии тоже мы недовольны, потому что сильно много солнца и жарко. Мы недовольны. И бывает, это недовольствие проникает в церковь. И мы стоим недовольны. Нам не так. Не так нам служат, не так нам проповедуют, не так нам говорят, не так пекутся о наших детях, не так работает молодежный отдел, не так поет хор или не те песни. И мы недовольны. Мы в состоянии недовольствия. И если бы изменили то, о чем мы недовольны, дорогие друзья, я думаю, мы бы все равно остались недовольными. Просто бы наше недовольствие перепрыгнуло с одной области в другую. Недовольствие, оно не зависит от обстоятельств. Недовольствие зависит от состояния твоего сердца. Можешь ли ты найти радость и счастье в твоей ситуации и в твоих обстоятельствах? Ответственность проявляется в разных сферах нашей жизни. Есть ответственность в нашей каждодневной жизни. Кому-то надо варить, кому-то надо стирать, кому-то надо идти на работу и зарабатывать деньги. Нам нужно платить налоги, мы работаем, нам нужно соблюдать законы. И этих ответственностей множество. Их можно долго перечислять. Ну, и они правильные. Это не просто придумал мир. Это библейские принципы власти и жизни, которые установлены в нашу жизнь самим Богом. Ну, ответственность тяжело узнать саму по себе. Ответственность легко распознать на фоне безответственности. Ну, вот вы не замечаете, что ваша жена убирает и стирает, пока она не перестанет убирать и стирать. Ну, проходит два дня, может быть незаметно, неделя, а после месяца дом грязный, паутина везде. Вы открываете ваш шкаф, а там чистой одежды нет. На работу нечего одеть. Вы идете и уже находите что-то грязное. Посуды столько много не мытой, что чистой посуды нет. Вы уже вынуждены сами ее мыть. Представьте, никто не платит налоги, никто не соблюдает законы. И едете, подъезжаете, светофору не знаете на зеленой или ехать, или стоять. И на фоне безответственности мы начинаем понимать, что вот ответственность, соблюдение закона, домашних обязанностей, идти на работу, мы понимаем и начинаем ее ценить. И если, дорогие друзья, тут очень важно, мы можем думать, ну это житейское, это бытовое, это не духовное. Библия говорит так, 1 Тимофея 5 глава 8 стих. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Дорогие друзья, если мы не можем установить и усвоить, молодые люди, если вы не можете усвоить послушание своим родителям, ваша первая, самая основная ответственность, о другой ответственности говорить невозможно. Если мы не можем освоить первостепенные, элементарные степени ответственности в нашей жизни, как христианину, нам о других ответственностях вообще не нужно говорить. И их множество. И есть следующий уровень ответственности. Это ответственность нашей личной жизни, личной духовной жизни. Библия также говорит, Луки 16 глава 10 стихом. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Вот о нашей личной духовности. Вот если в личной жизни я не убрал комнату, если добрая мама уберет, я не заправил машину, папа сел за руль, заправил. А в духовной жизни у Бога внуков нету? Если я не общаюсь с Богом, муж за меня не сможет общаться. Если я не провожу время в слове, в молитве, папа не сможет за меня молиться. Папа может ходатайствовать, но мое личное отношение с Богом строится самим мной. Если я не буду влагать свои отношения с Богом, если я не поставлю их приоритетом и не возьму ответственность за свое духовное состояние, никто другой не сможет это сделать. Я хотел бы поговорить к мужням. Я по возрасту и по опыту ни в коем случае не смогу вас учить и не берусь за то, чтобы учить вас о воспитании ваших детей и семьи. Но я замечаю, я работаю с молодыми людьми. У меня есть множество друзей моего поколения, чуть-чуть старше, чуть-чуть младше. Они начинают семьи. Я просто вижу, как мужской пол в нынешнее время он поражен. Я работаю с молодыми людьми. Я могу найти 10 молодых девушек, которые скажут свидетельство. А мне тяжело найти 2 молодых парня, которые скажут проповедь. Диавол просто сильно поражает мужской пол, потому что он понимает, что если он поразит голову, тогда все остальное будет жить в хаосе. Не замечали ли вы, когда обращается муж к Богу, вся его семья в большинстве и в общем чаще всего приходит в порядок? Кается, женщинство все равно может быть беспорядок, если муж халдей. А кается, муж в большом проценте, семья приходит в порядок. Диавол, зная этот принцип, он поражает мужчин. Он поражает мужчин. Дорогой мужчина, несмотря какой твой возраст, если тебе 15 лет или тебе 75 лет, Бог призвал тебя быть священником. Что это значит? Тебе дан определенный авторитет, но этот авторитет, он ничего не значит без ответственности, духовной ответственности. Ты неполноценный, как мужчина, если ты не на правильном месте в духовной сфере. Тебя могут уважать, тебя могут любить, но ты знай, что ты не достиг своего полного, Богом предназначенного полноценной цели, если ты не на правильном месте в духовной сфере для своих детей, для своих внуков. Бог ожидает от нас, мужчин, научиться каяться. Дайте я вам объясню. Это состояние покаяния, это состояние, которое присуще всем, должно быть присуще служителям, присвятерам, диаконам. Это постоянное состояние перед Богом, того, что Господь, я могу ошибаться. Господь, я могу поступать неправильно. Ты вручил мне глубочайшую ответственность отцовства. Ты благословил меня, как главой семьи. Но Господь, этой семьей, которой ты мне даровал, я не могу управлять. Я не могу стать мужем и правильно управлять своей семьей. Если сначала ты не будешь помогать мне. Если ты не будешь продолжать работать со мной. Если ты не будешь продолжать изменять меня. У меня есть двухлетняя дочь. И по сложившей ситуации несколько вечеров я провожу своими детьми. Я ее улаживаю спать. Ее, ее братика. И бывает в прошествии дня, у кого есть дети, они понимают. Дети, они шкодят. Делают то, что им не разрешаешь. И как отец, бывает, что ты расстраиваешься. И приходит день. У нас такой обычай в семье, что когда мы ее ложим в ее кроватку, мы с ней молимся. И бывает приходится перед тем, может, она даже полностью не понимает. Но я просто чувствую в своем сердце такую глубочайшую такую вину за то, как я поступал своей дочерью. Или я, может быть, слишком на ее накричал, потому что я что-то не понял. Или наказал ее, потому что я не понял то, что она делала. Я думал, что она шкодила. Она хотела сделать как лучше. И я в заключении дня понимаю, что я, как отец, не во всем был прав. И я говорю ей, моей дочери, прости меня. Я говорю, мы будем молиться Богу. Я молюсь перед Богом о себе. Я молюсь о ней. И благословляю ее и прося Бога, чтобы Он помог мне, был лучшим отцом. Дорогие друзья, нам надо иметь то же самое отношение с Богом. Господь, я есть глава моей семьи. Я есть мужчина. Я есть молодой парень. Я думаю создавать семью. Мы все такие герои, когда молодые, анализируем, смотрим на своих родителей, мы видим их не ошибки. Мы говорим такие обширные фразы, что мы будем по-другому строить свой дом. Я это не повторю. И потом те, у которых молодые семьи, у которых дети с собой, потом приходят периоды, мы начинаем понимать, что слова мы сказали, лозунги мы выбросили, а когда пришло к реальности, мы видим ошибки своих родителей в себе. И мы удивляемся. Мы не хотели, а повторили. Дорогие друзья, дорогие мужчины, нам надо быть очень сокрушенными перед Христом, перед Богом. И только это, только это послужит благословением, которым оно должно послужить для нашей семьи. Приходя перед Богом, мы должны быть наги, мы должны быть открыты. Это начнет изменять наше сердце. Нет никакой сферы в нашей жизни. Мы должны приходить перед Богом, говорит, Господь, все, что у меня есть, покажи мне. Я открыт к изменению. Я открыт к покаянию. Я открыт к тому, чтобы ты обличал меня. Я открыт к тому, чтобы ты изменял меня. Я открыт к тому, чтобы моя жизнь изменялась. Я, Господь, готов расти. Работай во мне Духом Твоим Святым. И есть ответственность в церкви. Позвольте, я вам расскажу одну историю. Один человек, директор госпиталей в штате Джорджа, однажды наблюдал такую картину с одним из своих госпиталей. Он заметил, что пациенту дали кувшин воды. Этот пациент, он его нечаянно разлил на пол. И в Господе были определенные права о том, кто должен убирать то, что разлито на пол. И что получилось, это медсестра, зашедшая в палату, позвала уборщика. Позвонила, позвала уборщика, сказала, у нас разлили воду на полу. Уборщица пришла, посмотрела и сказала, это не моя ответственность. Воду разлили в вашей палате. Вы должны это убирать. Медсестра посмотрела на нее и сказала, нет, это не моя ответственность, зато ты уборщица, чтобы тебе убрать. Наблюдая на этот диалог между двумя работниками в госпитале, они смотрели на эту разлитую воду и спорили, кто ее должен убрать. наконец-то сам пациент в недоумении того, что происходит, взял и начал вытирать разлитую воду. Так получается у нас, к сожалению. Мы не знаем, кто виноват, кто должен делать, почему должны делать. Но мы смотрим по сторонам и мы ожидаем, что кто-то сделает кроме нас. Проблема с детьми, проблема с молодежью, значит, должен делать пастор. Значит, вина служителей. В семьях молодых беспорядок тоже. Вина еще кого-то или другого. Наши маленькие дети непослушные, значит, воскресная школа не дотянула. Не понравилось нам пение, виним хор. и мы тыкаем влево, вправо, а дьявол смотрит и говорит и думает, удалось мне десориентировать церковь, чтобы того, чтобы вместо того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы ревновать о спасении людей. Они озабочены тем, чтобы кого-то обвиновать. в Библии описана одна притча. Написано так, ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один. Каждому посили его. И тот сейчас отправился, пропуская несколько стихов. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот и другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над ноги тебя поставлю». Войди в радость господина твоего. Подошел также, получивший два таланта и сказал «Господин, два таланта ты дал мне, вот, другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над ноги тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И подошел, получивший один талант и сказал «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле «Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну где не сеял и собираю где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Однажды один президент Соединенных Штатов с одной своей речью сказал слова, которые упоминаются до сегодня. президент Кеннеди обращаясь к народу сказал такие слова «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны». Это был лозунг, который обращался к народу Соединенных Штатов. Я думаю, к нам звучат похожие слова, но с другой точки зрения. не спрашивай, что может церковь сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для своей церкви, для народа Божьего. Как ты можешь послужить? Дорогие друзья, церковь построена на людях, таких, как я и ты. Но приходя из церкви, церковь, можно спросить руководство постарей, спросить, какой процент у вас людей задействованы, хотя в чем-то. слышишь такие слова, ну 20% служит 80%. Я говорил с молодым человеком и спрашивал, ну как у вас активность молодежи? И он мне говорит, ну примерно 5% служит 95%. Дорогие друзья, это неправильно. Это неправильно. Бог ожидает, что все из нас приносили плод. Бог ожидает, что все из нас служили. Вы спросите, какое мое служение? Вам не нравится, как поет хор? Начни поститься и молиться за него. Слабо проповедуют у вас церкви? Собери группу людей и возьмите пост, чтобы помазание сходило на служителя, когда он сходит за кафедру. Слабо работает воскресная школа? Пойдите, пожалуйста, помогите. Пожертвуйте своим временем, удобным стулом. Смотрите, что ваши дети ушли из церкви, пойдите в пределы вашей церкви и найдите, где они находятся. И начинайте служить им. Если они не в церкви, значит, мы должны выйти за церковь и привезти их. Иисус не ждал, пока грешники и мытеры придут к Нему. Он ушел в их дом. Люди не понимали. Было недоразумение. Он есть теми людьми, которых мы не любим, ненавидим и пренебрегаем. Но Он понимал, если Он не зайдет к ним, то никто другой не придет. Дорогая церковь, в нас должна возбудиться ревность. В нас должна возбудиться ревность. Многие из нас мы капризны. Мы ожидаем, чтобы нам служили. Мы ожидаем, чтобы нас удовлетворяли. Чтобы нас радовали. Чтобы нам было хорошо, удобно и комфортно. Но мы не хочем столкнуться с реальностью нашего призвания. Бог нас не призвал просто быть в церкви и радоваться теми условиями, которые там есть. Бог призвал нас служить и проповедовать Его Слово. Бог призвал нас ходатайствовать. Бог призвал нас болеть за друг друга, за каждого члена в церкви. если если ты видишь, что человек перестал ходить в церковь, дорогой друг, позвони ему, пригласи его, молись за него. Если ты видишь, что твоих друзей семья и дом распадается, не живи в беспечии. Если вы видите, что в вашем городе другая церковь, ваши братья, если у их проблемы есть, не смотрите на вашу собственную церковь и говорите слава Богу, у нас все хорошо и правильно. Ходатайствуйте за соседнюю церковь. Бог любит их так же само, как Он любит вас, и Он ревнует о их так же само, как Он ревнует о вас. Он такой же самый Бог для их, как Он для вас. Я буду заканчивать свою проповедь, я бы хотел рассказать одну историю. Десятки лет назад в Нью-Йорке была картина, которая сильно повлияла на понимание социологии людей. Это настолько был такой сильный момент, такое сильное происшествие, что психологи это изменило так, как они смотрят на людей, как они понимают людей. Произошло такое насильное убийство одной молодой девушки в Нью-Йорке. Этот процесс длился 90 минут, полтора часа. Когда полиция опрашивала людей, которые жили в этом здании, в дворе которого была убита эта девушка, 38 человек говорили о том, что они были свидетелями этого насилия и убийства. Но что самое больше шокирует нас, это то, что никто из них не сошел в своей теплой квартире и не вмешался и не остановил. Были моменты, когда насильник был испуган, он уходил и потом возвращался, чтобы закончить то зло, которое он сделал. Бывает получается так, когда нас много и мы видим беду, мы видим проблему, мы выменем недостаток, мы оглядываемся со стороны в сторону и ждем, пока кто-то другой среагирует и заступится. Дорогие друзья, Бог призвал нас, чтобы мы заступились, чтобы мы вошли в бой, чтобы мы стали в проломе, служить. Молодой человек, где служишь ты? Что делаешь ты для славы Божьей? Дорогой семьянин, где и как служишь ты? Дорогие друзья, если вам дарованы Богом дети, Бог вас благословил детьми, как служите вы им? Если вы патриарх большого родства и вас много внуков, как служите вы им? Бог в нас призывает ответственности. Мы говорили о некоторых уровнях ответственности, личной жизни, практичных, ежедневных вещей. Мы говорили о нашей духовной ответственности, о нашей молитвенной комнате, о отношениях, которые никто другой за нас Богом построить не может. Мы говорили за ответственность в наше служение в Доме Божьем и в Церкви, за ревность о погибших людях, за ревность о семьях, которые распадаются, за ревность о тех людях, которые уходят с Дома Божия, за ревность о тех людях, которые никогда Бога не встретили. Мы знаем их, может быть, наши братья и сестры. В нашем доме растут. Вместе с нами бегали, игрались. Они в Доме Божьем охотят просто по привычке. Иисуса никогда не встретили. Идет молитва. Что-нибудь не происходит. Они стоят, очерствелые, мертвые, Бога не знают. Будем ли мы просто успокаиваться тем, что они посещают церковь? Переднесем ли мы просто ответственность на пастыря или на служителя? Или ли поймем мы, что мы являемся телом Господа Иисуса Христа? И что мы призваны заступиться. Мы призваны ходатайствовать. И мы призваны служить. Дорогая церковь, давайте встанем. Мы будем молиться. Бог проговорил моему сердцу. И это заставило меня раскаяться. Как могу я быть настолько бесчувственной к сердцу Бога, что если его сердце болит за людей, а мне спокойно, мне тепло, мне приятно. Бог ожидает, чтобы мы встали, мы поднялись, мы взмолились, мы начали паститься. Мы не постеснялись и мы не протянули руку тем, которым мы знаем, а не в нужде. Когда нам что-то надо добиться в нашей практической жизни, мы будем 15 раз звонить, добиваться, с кем-то спорить, разбираться. А когда мы видим человека в нужде, разберутся, не хочется вмешиваться, не хочется помогать. Все понятно, а не сами, стыдно. Дорогие друзья, нам надо понять, Бог нас призвал, каждого христианина, не только пастыря или служителя, служить, любить людей, молиться за них, стоять в проломе. Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя. Господь, мы стоим пред Тобой, мы стоим пред Твоим лицом.